Сможет ли Эда доказать свою невиновность? Когда Серкан обвиняет Эду в украденном дизайне и говорит девушке «иди», он скажет что-то огромное и Перил, но захлопнет их. Перил очень расстраивается и идет поговорить с Селин. Пока женщина официально радуется известию об этом расставании, Ферит слышит разговоры изнутри. Позже Ферит видит цветочную записку, которую Селин хранила в стола в своей комнате. Ему неудобно, что его невеста все время находится с Серканом. Эда, с другой стороны, рассказывает собравшимся девочкам о ситуации. И Серкан, и Эда начинают ходить в те места, где они были вместе, одно за другим. Фифи сразу же начинает перебирать все с того дня. Он узнает от водителя завода, что его начальник встречается с высоким брюнетом-красавцем. Эда идет к себе домой, чтобы вернуть кольцо Серкану. Айфер также слышит это заявление о краже, и у нее перехватывает дыхание с Серканом Балатом и его матерью. Сейфи сердится на Серкана и требует разрешения. Он идет к себе домой, чтобы увидеть Эду, но там есть Айфер. Разговаривает с ним Ферит, услышав, что Серин мобилизуется, чтобы выяснить, кто слил информацию о контракте на помолвку Серкана Балата в прессу, она звонит Каану. Каан ведет себя равнодушно и записывает их разговоры. Серин берется поговорить с таблоидом и сказать ей, кто даст ей контракт. Пока Серин собирается с ней встретиться, перил из ревности сообщает об этом Селин. Селин также присоединяется к встрече и мешает журналисту говорить. Женщина говорит, что она перетасовала мусор. Серин понимает, что что-то не так. У Ингина с помощью юристов остановлена и закрыта мастерская по производству поддельных люстр. Ирдима в офисе выгнали из дома, Айфер говорит мальчику, что может остаться с ними, пока не найдет новый дом. Будьте счастливы быть рядом с Фифи Эдой Йолдыс, которой дали доверенность, нужна для выполнения соответствующей работы в компании. Эда не хочет приходить, потому что Серкан в офисе. Ингин приходит, потому что говорит, что Серкана нет в офисе. Серкан, с другой стороны, приходит в офис, когда слышит, как она идет. Эда пытается уйти быстро, потому что она пришла и Дан сейфи скучает, потому что ее нет рядом. Она звонит и зовет мужа. Он разговаривает с Альптикиным о своем сыне Серкане. Адам посещает дом Серкана и доволен изменениями, которые он видит. Затем он идет в компанию и дает советы по поводу Эда вместе с сыном. Эда не хочет уезжать, не закончив работы по благоустройству купленной земли. Селин идет в дом Серкана, солгав Фериту. Ферит следует за своей невестой. Туда же приходит Эда, закончившая садовый пейзаж. Он слушает выступления Серкана и Селина. Эда узнает, что она надавила на Ферита и слила ее договор о помолвке. Но он обещает не говорить этого. Потому что, если Серкан узнает, что Селин лжет, будет обидно. Каан приходит встречать ужин Айфер. Фифи и Эрдин видят его и присоединяются к ужину. Айфер говорит Мела, оставь этого человека. Каждое его движение фальшивое. Утром, когда Эда сообщает, что Каан слил контракт, Мела понимает дурные намерения этого человека и признается в их отношениях. После кражи рисунков Фифи решает эту проблему. На следующий день Фифи и Мела идут в офис Каана. Когда они остаются одни, они оглушают мужчину эфиром и фотографируют снятую им люстру на свой телефон. Они отправляют его Эде. Он идет в компанию и дает подтверждающий файл. Серкан говорит, что теперь доверяет, не глядя в файл, но девушка очень сломлена. Он достает кольцо, отдает его Серкану, говорит, что все кончено и уходит. Серкан обвиняет Эду и говорит, иди. Серкан впервые поделился секретом с Идой. Когда Эда входит в дом с бабочками внутри, ее тетя говорит ей, что начала влюбляться в нее. Это пугает Эду. Он рассказывает Серре на сделке, которую он заключил с Серканом. На следующий день у Серкана Балата день рождения, и он его, конечно же, не празднует. Эда готовит ему подарок. Эда слышит, как Серкан и Ингин говорят о Селин, и неправильно понимает. Команда собирается у дома Серкана, так как рядом с компанией идет ремонт. Благодаря Селину они продали свои собственные дизайнерские продукты во всемирно известное место. Серкан хочет заказать цветы, чтобы поблагодарить Селин. Эда, флорист, берется за эту работу. Он также пишет записку от имени Серкана. Селин смущается, когда получает записку. Необходимо находиться на улице весь день для патентных и нотариальных процедур. Эда берется за эту работу, чтобы быть подальше от Серкана. Внимание Серкана привлекает то, что Эда избегает его весь день. Другой копии файла у Эды нет. Фифи заботится об этих вещах, которых он не знает. Эда оставляет папку с патентами дома и принимает душ. Каан, который пришел домой пообедать смело, видит файл и фотографирует его. Он дает рисунки другу, говоря, столько, сколько вы можете сравнить. Поставьте его на продажу и сделайте новость Альптикин, как и каждый год, отдает Селину книгу, которую он купил своему сыну. Альптикин, он слышит слова жены о нем и меняет свою манеру одеваться. Мать Айдан смущается. Айдан пытается выбраться из дома. Айдан приготовила ужин. Когда она узнала, что муж не приедет, она разозлилась и отправила Сейфи в компанию в качестве агента. Фериту Каану рассказывают о контракте на помолвку, но мужчина выходит победителем. Серкан настаивает на подаче иска в связи с просочившимся в прессу инцидентом с контрактом. Он хочет, чтобы это сделала Серин, а не юрист компании. Серин идет за работой. Ферит и Селин не знают, что делать. Селин, когда она хочет поговорить с Каном, Эда организует ужин на этот вечер. Услышав это, Серкан немного расстроился. Он просит Селина продать ему свои доли в компании, если он не покинет Ферит. Когда Мела звонит Серкану, он идет в ближайшую суповую, где находится Эда. Праздновать на улице на следующий день Серкан и Эда отправляются в Шиле для исследования земли. Они проводят целый день вместе. В конце эпизода Кан говорит, что предлагает дизайн на продажу. Серкан спрашивает, как Кан получил файл. Она обвиняет его в том, что он передал файл Кану и задает вопросы. Эда говорит, если ты серьезно, я уйду. Ты больше не увидишь моего лица. Серкан говорит, иди. Эда тоже идет Айфер, заставляет Мела поговорить и узнает о ее отношениях с Каном. Эда снова творит чудеса. В конце последней серии Серкан спасает Эду от встречи с таблоидами, и они сбегают на лодке. Пара, которую они встретят в этом месте, устроит это событие, чтобы влюбиться и подписать соглашение. Все пары возвращаются домой. Селин препятствует выходу новостей. Когда он узнает, что это Ферит прислал снимок Кану и рассказал о происшествии, он винит в этом свою девушку и скрывает это дело от Серкана. Следующий день, день отсутствия Серкана в течение многих лет, хотя причина неизвестна. Только Селин знает причину, но она не говорит, потому что у нее есть козырь, чтобы насолить Эдэ. Но, к счастью, Серкан приходит на работу. Эда пытается получить информацию об этом из уст Серкана на протяжении всего эпизода. Он узнает, что у Серкана есть старший брат, что он скончался и что он не пришел в тот день, чтобы играть на гитаре, которую брат подарил ему. Мела начинает работать в компании, когда Альптикин ставит свершившийся факт. Более того, как помощник Селина Эда помогает Айдан, который скучно дома, которая медленно игнорирует других и действительно хочет выйти, выбрать.